Добрый вечер, дорогие друзья! PUBG Continental Series номер один возвращается на ваши и наши экраны. По-прежнему все так же уже который день. Михаил Ярмаш, Николай Одескин. Миша, здравствуй. Привет, Коля. Привет, Коля, да. Всем привет, кто присоединился. Собственно, очередной день хорошего PUBG. Да, ну и хороший день хорошего PUBG. Начинаем мы не... Нет, с новостями мы не будем начинать. На самом деле мы можем вспомнить вчерашний день. К новостям мы перейдем чуть позже, чтобы разбавить как раз-таки не самыми интересными и приятными новостями, может быть, наш сегодняшний игровой день. Сегодня встречается группа А, группа С. Это второй круг групповых квалификаций. Поэтому все начинается, по сути, сначала. Да, есть пройденная дистанция, пройденный экватор. У нас вчера случился этот момент для команд. По сути, сегодня набор очков становится еще более важным для всех коллективов, особенно которые во второй половине таблицы. Да, все верно. Особо и нечего добавить, на самом деле. Вот можно проговорить... Да, вот это хотелось бы посмотреть. То, что сегодня у нас должны были играть определенные команды, но вот команда с 19-го места у нас дисквалифицирована. Они же Брутфорс. Ну, вот это та самая новость. Буквально, да. Буквально полчаса назад эта новость была. И, собственно, будут продолжать у нас 23 коллектива, а еще по 15 команд, я так понимаю, будут играть в двух лобби из трех. С одной стороны, есть минус в данной ситуации. То, что минус 4 очка из лобби. Минус то, что они уже забрали какие-то поинты. 55, да. И еще минус 55 поинтов от других команд было забрано. И еще... Ну, в общем, не будем. Минусов очень много. И есть многие ребята, кто готовы присоединиться к разным высказываниям на этот счет. Но все-таки случилось, что случилось. Ситуация разрешена таким вот образом. А мы сегодня наблюдаем как раз-таки группу А, группу С, которые напрямую пока что не касаются дисквалифицированной команды. Они будут драться между собой в составе. Вот вы видите, подсвечены светлым у нас команды, которые сегодня играют, темным, которые не играют. Которые будут играть в следующий день. Это группа Б у нас. Серенькие такие. Из наших коллективов. Торнадо Энердж, Нодден Лайтс, Юнити, Пингвины. И Натус Винсер и Батерлак Некстайм. Такое большое количество, на самом деле, СНГ-команд в лобби. Ждем от них только хороших результатов, конечно же. Так, а у нас сегодня... Какие группы играют? У нас же зеркальная должна быть, нет? Так. Опять Беза подъехала. Хорошо, группа АБ. Окей, я вижу группу АБ на сайте. Будем ориентироваться по сайту. Добро. Просто нас играют в Wildcats. GameFrame сегодня точно. СНИПы играют сегодня точно. По поводу списка команд у нас все правильно сейчас. На данном этапе. Да, 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 все уже правильно. Путаница с легкими изменениями, прошу прощения, это мой бог. Но в итоге у нас вот те команды, которые я перечислил, они будут играть. Ну, которые белым, да, все, собственно, правильно. Какой день касте, мы разобраться не можем, как все это происходит. Но почему-то на всех сайтах разная информация, на самом деле, дана. Да, и как-то это... Ну, да ладно, не важно. Вводит порой в заблуждение, да. Так. Что у нас сегодня? Шесть игр, три Миромара. Далее ждут нас три Эрангеля. Стартуем в 19.00 МСК Киева-Минска. На ваших экранах нужно прибавлять плюс час к центральному европейскому времени. В остальном, в целом, все по-прежнему. Что карты не меняются, маппул у нас, к сожалению, покинул санок. Кто не в курсе, кто к нам только присоединился. Довожу до вашего света, дорогие друзья. Ну, и второй круг. Посмотрим. На самом деле, посмотрим. И, как говорили у нас некоторые команды, что групповая стадия не супер важна, на самом деле. Как в максимальном наборе очков. Точнее, Батулин вчера говорил на завершающем интервью у нас. То, что они наберут достаточно очков, чтобы пройти 100+. Тот самый рубежное количество поинтов. А дальше, может быть, они будут на кого-то и дропаться. Но, опять же, слова словами. Посмотрим на их действия сегодня. Не только сегодня. Да, все верно. Слушай, у нас уже самолет вылетает. И я думаю, что мы буквально в течение 10 минут уже переместимся на саму карту. И сможем посмотреть, как и что там происходит. Да, вот сейчас это и... Так, у нас там кто-то выпрыгивает, видимо. Зависший был сейчас парашютист на экране. Это, видимо, фейт был. Ну, раньше, чем в течение 10 минут, Михаил, мы не стали откладывать долги ящики. 10 секунд, да, я хотел сказать. Да ладно. Ну, в течение 10 минут будем надеяться, что никто не умрет, по крайней мере. Потому что только первая минута игры. 16 команд у нас на поле. 64 лайв. Все. Все есть. Все готовы. Все прогружены. Самолет летит максимально нормально. Скажем так. Я так думаю, большинство команды удовольны. Ну, всем удобно практически долететь, на самом деле. Единственное, что... В этом лобби всем удобно долететь. Да, да. Лос Леонес могут скипнуть некоторые команды. Допустим, нету тех же темпусов, которые... Ну, Вис Потеншел туда полетят. Они же туда и летали. Да, но они на север. Как раз Лос Леонеса упадут. Плюс там есть еще куча бетонок. В общем, есть где полутаться. Ну, а нам сейчас показывают как раз центр карты. Забирают Вайлдкэтс, как и прежде. В отсутствии команды Ликвид Пикада. О-о-о! Есть контакт между Юнди и, конечно же, командой Николир Пингвинс. Снова СНГ коллективы между собой дерутся. И Лоха Пова остается. У нас 101, что второй игрок хорошо разыгрывает Зорф. Ух, Зорф. Да, это было опасно. Тиммейт. Правда, стоп. А тут есть Данимон. А можно сейчас поплатиться за такую дерзость. По Данимону есть ли информация или нет? Заходит он в спину. Как раз таки там, где перемещался и Хеллскрим, и Зорф. Отлично. Выдается местоположение Данимон. Успевает наукнуть Хеллскрима. Ну и шотный Зорф. Ой, там Зорф ХП нету, да. Может быть, аптечку скинет, если есть у Хеллскрима. Такое ощущение, что нет аптечки. Пытается закручивать у нас Данимон. Имеется ли информация у оппонента по таким перемещениям? Да, у Зорфа есть. Ой, как же неудобно здесь разыгрывать. Тиммейт лежит. О, какой хороший хатшот! Без прицела. Сет приехал на ходу. Жесть. Просто жесть. А добрал? Нет, не добрал. Еще едет в эту сторону. Так, Данимон на разрезе. И Скуби выпрыгнул на ходу. Мафиози на Скуби. Выдал, конечно, о себе он информацию. Оранж также подъезжает. Становится он за трактор в поле. Ну и Скуби сейчас максимально сложно будет одному разыгрывать. Но Богарт уже на ноге, как говорится. Богарт уже в пути. Ой, какой тайминг неприятный. Только что был. Есть, кстати, еще и девайс. Вблизи, на самом деле, с Томпсоном это нормально можно пострелять. Богарт вообще с 416 подъезжает. Единственное, что прицела нет. Но в целом посмотрим, чем закончится. Два в три будут разыгрывать здесь ребята из Nuclea Penguins. Не поделили, как говорится. А Оранж уже угла взял, кстати. Да, сейчас будет Нок в сторону Скуби. По крайней мере, попытка Нока. Там Омхоповый Скуби отступил. Богарт единственный, кто может драться. Хеллскрим заканчивается для Данимона. Хаешечка также для Данимона. Сет падает. Отличная стрельба от Богарта. Ну и Богарт пытается дальше контролировать оппонента. Скуби закручивает. Тут круги наяривает. Откидывал Данимон Хаешку. Но безрезультатно, к сожалению, для него. Ну и Оранжу нужно подходить к своему тиммейту. Дабы драка была не такая сложная. Она показывает перекатку от Батерлак Next Time. Богарт зашел пока что в банан. Ну и Сет лежит. Надо как-то... Надо как-то брать ситуацию. Существует пойти. Богарт может контролировать этот проход. Именно к нему. И Сет прям под ним ползает. И в Кубе находит голову Данимона. И остается Оранж в одиночестве. Закидывает гранаты в разные стороны. Причем максимально. Ну достаточно неплохая была вторая. Должен был слышать Богарт, по идее. То, что прибежал. И что Оранж попытался зайти именно сюда. Под Хаешку. А Богарт в другую сторону. А нет, в ту сторону смотрится нормально. Все. Все отлично. Но Сет заползает. Сета сейчас поднимает Оранж. Данимон тем временем умирает. Отличная ситуация. Будет продолжаться у нас в розыгрыше. Два в два. Ой, ну как же неприятно, что СНГ коллективы практически ходдропаются друг к другу. И Оранж ушел наверх. Запушивают. А, хорошо. Минус Сет. Не успел он не отхиляться. Ничего. Выходит Оранж. Делает первый ног. Минус Юнити. Топ-16 для них. Четыре поинта для пингвинов. Но остаются они лишь только вдвоем. Ну и зона. Нам показывают. Ну не так далеко зона на самом деле. И учитывая, что Бешикташи уже уехали с Торнадо Энерджи, то в целом там только Снатос Винсер где-то могут на краю зоны пересечься. А так позиции занять есть где. Ну и потом как-то информацию соберут. Могут проехать. Ну зато четыре поинта. Это на самом деле уже немало. Если еще парочку наберут, то в целом игра неплохая будет для них, учитывая зону в принципе, потому что им нужно было бы в нее заезжать и многие коллективы, кто лутается там, центр бы заняли. Ну то есть изначально, если бы они были в центре зоны, да, возможно это было бы не очень приятно, потому что пришлось бы дефить компаунды. Да, здесь нужно будет двигаться в любом случае, поэтому пойдет. Еще отсутствие дополнительных соседей позволило так долго драться парням без вмешательства третьего коллектива, да, третьего пати, к ним не пришло. И это хорошо, с одной стороны, потому что могли умереть полностью оба коллектива, оба команды в ноль и достаться еще кому-то поинты. Но вот, по крайней мере, вдвоем зарубились, выяснили раз на раз за гаражами, кто есть кто на этой карте. Ну и хот-дропом это по сути не назовешь, потому что пингвины здесь и рядом и падают частично иногда. Один, как минимум, игрок может падать в этот ангар, а также и юнити. Вот и вся беда оппозиции у СНГ коллективов, что частенько они пересекаются. Да. Показывает нам тем квантом, едут они по восточной дороге. Гроза. До этого у нас, кстати, залутал дроп игрок какого коллектива? Ты обратил внимание? Не, не смотрел даже. Ну вот это не залутанный. Да, этот не залутанный, он лежит как раз-таки под Монтунево, на юге. Есть возможность... Ну там бетерлаки, скорее всего, залутали. Да, что-то подсказывает, что бетерлак Next Time. Ну а у Торнадо Энерджи есть как бы призрачный, призрачный шанс забрать этот дроп. Но опять же, инфы по нему они не смогут получить никак, так как он лежит под зданием, закрытый от них. Томанда Энс начинает выезд свой на юге Ладрилеры. В общем, между... Ой, Лебендиты, простите. Между Лос-Леонос и Лебендита они двигаются по этому шоссе. Также выезжает Веспотеншал. Лос-Нипы по южной дороге у нас перемещаются в Белый Безопасный круг, а Тим Квантум вообще, ну, параллель... Даже не в параллель Синьке, а, считай, в Синьку въезжают по факту. Если они сейчас повернут на трассу на Лос-Леонос, тогда еще понятна их задумка. Но если они продолжат дальше двигаться на юг в сторону Кварта Параиса, они вот только к Импалу проезжают. Ну да, есть все-таки заворот. Хорошо. Задумка ясна. Будут ехать через Лос-Леонос, ну либо по северу от Лос-Леонос, либо через сам Лос-Леонос. Да. Резередж у нас пока через Пикадо проезжают. Так я пытался кнопку нажать карты на основной трансляции и не понимал, почему не выходит. Привычка сама в Зервинге называется. Да, я жму-жму-жму-жму-жму, и карты не появляются, иначе уже переживать, когда вдруг осознал, что не совсем я в игре. Знаешь, как я в меня история была? Минус к судир, кстати. Я нажимал пробел, чтобы от третьего лица полетать и паузу остановилась. Да, есть такая история. Лежит одир, но есть ли возможность его добрать? Не факт, все-таки не факт. Бешиктаж, кстати, молодцы парни. Хочется, все еще хочется от них увидеть достаточно агрессивную игру. Надеюсь, они нам еще продемонстрируют ее, и в топ-16 у них шансы сохранятся. Последние два игровых дня, которые у них остаются. Так, у нас широкие достаточно сплит от Northern Lights на скалах, которые как раз-таки расположены слева от Power Grid. Много инфоплюс кимпаун внизу сидит, в нижнем кимпаунде у нас Батуллин. Очень много информации получают парни. Север, северо-восток-восток. Зоны вот как раз показывают белого круга. Они контролируют максимально комфорт в этой среде. Да. Ну и только куда дальше переезжать, если зона вниз идет? Нужно будет как-то впушивать, наверное, в фейс-клан или смотреть, уедут ли какие-то сплиты от Wildcats или от Фейс. Занимать позиции. Но пока находят Макендарка, у нас Perfectix, и есть ног по команде Redzone. При том, что это 500-метровый ног на складках. Очень даже красиво получилось. Зона прокнула. Да, зона практически центруется, сильно вниз не уходит, поэтому для норф-нувайта все не так плохо. Команды сейчас еще набьются, и я думаю, что там уже ближе. А, они вот как раз провожают шикреэту, которые могут в целом занимать здание, из которого шикреэту только что уехал. Как же это здорово выглядит, когда едет пикап, и из него в полный рост стреляет игрок, ну, персонаж, да? Игровой персонаж. Очень занятно выглядит эта вся ситуация, и при этом за рулем никого нет, да? Пустая кабина, водительское сидение там. Свободно абсолютно, показывает нам весь потенциал. Заехали они на гору южнее Чумосеры, набрали для себя информацию и начинают перемещение. Соседняя гора через дорогу как раз-таки... Они, да, на западе от них находятся снипы, нам сейчас их показывают на экранах. Ну, а тут нато свинцера попадают под пингвинов. Хорошо, тап на байке, при том, что ландшафт позволяет немного урона получить. Ну, практически половину колба здоровья с него отвалилась. Хорошо. Рядом тиммейтов нету, которые бы также попадали бы под обстрел. Вот непонятно, хорошо это или плохо, то, что сейчас спалились нуклеер пингвинов, потому что тап информации тудаст, и в целом они еще могут их потунелить, а нуклеер пингвинов нужно как-то в зону заезжать, и придется уже закручивать теперь куда-то в сторону Норфин Лайтс. Продолжают, кстати, перестреливаться пингвины, хотя, по идее, им нужно в зону заехать. Это побыстрее, учитывая, что они вдвоем остались. Минус шиф, от Рустан Мара есть ног. Ну, и сейчас был флешбек, ватерлакных ставим зашли на позиции, где вчера сидели Ликвид, насколько я помню, и Фейс Клан получали, ой, ТСМ получали на горе, где вот сейчас Фейзы, да, игрок Фейс Клан был, получали как раз-таки урон неприятный. Перфектикс падает, тем временем от Репчер, на перекаточке это все произошло, неприятная история, а тиммейта через дорогу, Перфектикс в опене у нас оказался, ну, по крайней мере, там какие-то складки есть, но не Агглевента набирает, есть такая возможность, и не было никого из тиммейтов поблизости, чтобы накинуть смачок, да попробовать засейвить свой, своего, своего, конечно же, со командой Бетсника. Ничего себе, новое слово. Шивы разрезали, все нормально, я разю Редж, буду дальше сидеть, в целом, позиция у них неплохая относительно центра этого круга, ну, и могут еще и пострелять там по инцам, также по бешиктаж, могут поработать, но пока сидят более-менее пассивно, и дефаются, ждут следующей зоны, им особо делать ничего не нужно, а вот на Клирпинговце над Швицера делать нужно, там Батуллин пытается пресечь как-то ротацию, ну, Navi, постреливает по ним, ну, и Сеня в обратку тоже накидывает, мотоцикл живой, вроде живой или не живой. Колесико заднее не живой, это будет красивый переезд по песку, но при этом, смотри, он как бы набирать скорость умеет, просто не так более динамично, и зато спецэффекты появились, обратим внимание, красивый спецэффект. Ну, он как плуг, да, такое на поле. Нормально, скорость лучше, чем пешком бежать, но и скидывать, да, но это мотоцикл, естественно, потому что дальнейшее передвижение на нем невозможно, точнее возможно, но достаточно опасно. Торнадо Energy, в свою очередь, встречает у нас Red Zone, который сейчас на нижней части Монте-Нуева, пытается как-то пройти ближе к центру круга, а там есть небольшой сплит, ну, а пока смотрим, как у нас резолюция кромана. Чего? Стройки, стройки, в складки, на транспорте, да, парни перемещались на транспорте, и, возможно, из-за этом получилось нокнуть, потому что все-таки Мирада, она очень ужасно поднимается на эти горы, но стройки, правда, СЛРка, там достаточно голова, и потом любую конечность даже минимально как-то зацепить. Ну и классический заезд у нас North Online в центр зоны, пытается проехать сразу же, получает очень много урона. Да, там действительно одно попадание остается, жить, живут, хорошо, живут, но здесь наверху есть игроки команды Tornado Energy, и еще и FaceClan, оба начинают отстреливать, жить максимально хочется парням. Ты посмотри, там шотный, там просто кто-то один из них шотный, нет, ну дип, ну по сути шотный, да, голова и все, минус спайра. Спайра не смог прорваться к своим тиммейтам, и дип пережил все-таки еще одно попадание. Ой, жесть, как же это было сейчас просто на тоненького, со стороны именно этого транспортного средства. Ну а нам, я так понимаю, спайра покажут. Ну да, так смотрим, как спайра здесь погиб, да, здесь взорвалось просто автомобиль, и для Wildcats достается поинт, там игрок команды Northern Lights. Ну, Батуллин с дипом доехали, правда, со всех сторон будут стрелять, там нету окон, конечно, в компаунде у Tornado Energy на ладриллеру, но тем не менее, можно выйти там чуть-чуть пострелять, если FaceClan дадут. Да и FaceClan сами могут также по Northern Lights накидывать и как-то напрягать их, в принципе, без каких-либо проблем, если только там Redzone с другой горы постреляют, но это достаточно на дальние перестрелки, не очень опасно. Да, опять же, у нас интересный прок случился, ну как не центруется, а центро-западное становится, у нас следующий белый круг. Центро-западное? Новое слово. Сейчас будем генерировать. Ну вот они, вот они турки, да, метабей в Ноки и пытаются его добирать, Богор, нет, кем бы добрал, кем бы добрал, прошу прощения. Карл нокает Богорта при этом, и Богорта не спасти, и как-то нужно с Куби, да, с Куби уехать. У нас погибает тем временем Шипс, Брабо очень плохо себя чувствует, нужно ему как-то закиляться, сидит он в будке, разогревает ему хаешку Манки, закидывает тайминговую, убегает Брабо, сянет тем временем нокать сети РКН, Брабо на ноге. Как Манки отвернулся-то? Ведь стопроцентную информацию знал, что есть там игрок команды Team Quantum, и отвернулся, мне кажется, очень опасно. Карл добирает Богорта, минус сети РКН от Таба, Сквики падает от Резолюшена, и продолжают у нас здесь форсировать события против команды Энс, ребята из Team Quantum подходят. Красиво, просто на ноге Рэнзы забегают и просто забирают, не боясь никого, хотя рядом есть игроки команды Энс, Манки, так еще и представители Рези Рейдж, которые пытаются не дать зайти в зону, но Анатус Винцера хотят закрывать за зоной игроков команды Бешикташ, оставшихся. Правда, падает Таба от Макандарка, подставил он как раз-таки затылок со спины, сработали парни у нас с верхней, с верхнего Монтенео, скалы на манку наверху Монтенео, лежит у нас Диггери, также упадает Икзор, Станмар остается последним представителем своего коллектива, но тут еще и попытался Рези у нас очень здорово пострелять с Редота. Ай, как же желание добрать, сейчас похоронила одного из игроков, Тим Квантум, но остальные живы, Нейлап с Манки пытаются собирать еще здесь какие-то поинты для себя, вдвоем они остались, но зона у нас центровосточная. Зона на ладрилеру, да, и в итоге Норфнлайдс неплохо так заехали, и Фейскланд тоже против этого события никак не развивает. А здесь минус доходящий Креэйт, минус Манки, и есть помощь там от Репчера, минус Нейлап и минус Рези Редж полностью команды, Рези достался им килом после смерти. Я подумал, что сейчас Шикреэйт будет наказан за такой зажим, потому что там воздух просто вокруг, в территорию, да, в землю было закопано очень много свинца. Уба тем временем находят ног по игроку команды Нонлайнс, Батуллин лежит, нужно как-то... Ой, нет, и что, Иван убивает еще одного игрока, и Моми очень четко тапает по Скуби, но Скуби умудряется все-таки... Очень быстро, но как раз не четко, да, потому что не попал. Мне на четко в рамках быстроты и скорости, но в этих Да, да, я понял. Оставляет желать лучшего. А то, кстати, приехали с Нибу и на па... А, кстати, приехали с Нибу и на па... А, кстати, приехали с Нибу и на па... Да. Приехали с Нибу и на па... Фейс. Кстати, междузония — это ваша недавняя придумка, так что нет, что-то... Нет, стоять просто нет... Междузония? Ну, нормально, есть межсезония, есть междузония. Мне кажется, имеет место быть такое слово. Да, очень даже плюс. У нас тем временем заканчивается последний игрок команды Ends. Ну и Resolution просто практически в соло там закрывает половину команды. Ну и потерял при этом тиммейтов. Нужно как-то будет ему размещаться. Далее... Ну, зона близко, но ландшафт не самый лучший. Кроман умирает. Знека у нас находит. Был найден Густавом как раз-таки. Кромана добрал Густав. Ну или достался. Он ему бутерлак next time. Сидят в кемпе и не отсвечивают. Понимают они, что в эту драку они не могут им закидать зека и, по-моему, разгорится или нет. Да, разгорается молотов. Скуби! Подожди, этот бутерлак прилетает. Ну и Ваня, да, последний шот все-таки наносит. Снипом и плюс 4 поинта для фейс-план. Собственно, полностью забрали они этот коллектив. Ой, Лерон! Красиво. Натас Винсера за качество выступления на 11 месте. Да, 4 поинта для бешектаж. 8 поинтов у них уже есть. Покажет нам теперь игрока Team Quantum, который взял транспортное средство и пытается для себя найти хоть какую-то позицию. Пожить, поехали. А нет, тоже 6 поинтов у бешектаж есть. Красиво. Прошу прощения. Ошибся я. Бывает, бывает. Прощаем. Резолюшн. Под обстрелом Никстиса. Извив Potential. В принципе, и тот, и другой в зоне. Ну и достаточно дальнее расстояние. Машины, правда, теперь нету у Резолюшена. И нужно будет ему как-то пешком пробовать оттуда убегать. Смотрим, что по смокам. Два смока есть. Остался последний. Ну, можно и просто здесь лежать, пробовать, выживать, ждать, пока другие коллективы вайпнутся. Ждать поинты за плейсмент. Так, ну что, чатик, щиты быстро за наши коллективы поднимаем. Поддержка ваша вся нужна максимально ребятам. Всем командам, кто еще остался в строю, кто может как-то воевать за топовые позиции в первом Миромаре сегодняшнего игрового дня, рассчитывают на вас. И это Торнадо Энерджи. Это Батерлак Next Time. Всего лишь две команды, но при том в полных составах и достаточно неплохих позициях в зоне. Да, отлично. С новым проком. Там очень все неплохо выглядит для игроков команды Торнадо Энерджи и Батерлак Next Time. Да, позиции не самые жесткие. Там не супер укрепли. Ааа, Маджестер все-таки. Ой, охота заканчивается все-таки в пользу Team Red Zone. Чуть-чуть не хватило. Два плейсмента буквально, чтобы поинты получить за него. Но 4 поинта есть, да. Поэтому уже неплохо, на самом деле. Шикри Эйтит. Совсем близко к фейс-клану. И по дальним игрокам уже Wildcats накидывает у нас Эйдзи. Шикри Эйтит очень близко уже с Берилом. Если как-то увидит быстрее фасфейза. Увидел фасфейза, увидел Эйдзи. Минус Эйдзи. Фасфейза даже не стал провожать каким-то выстрелами. Сразу же добрал тот Эйдзи. Плюс поинт для команды Wildcats. Ну и в спине там Карл заезжает. По-моему, тоже его видео. Слушай, это получилось прям как фотка по Эйте. Он даже не успел среагировать. Шикри Эйтит был молниеносен. Да, есть информация по Карлу. Но Карл, мы помним, один из результативнейших игроков своей команды. Поэтому максимально шик... Ну, Шикри Эйтит тоже не промах, да-да-да. Но все равно нужно максимально аккуратно против Карла разыгрывать. Плюс они еще на Тос Винцера поинты забрали. Они переехали достаточно интересно и эффективно. В общем, бешиктаж сегодня в окне, по сути, да. По сравнению, конечно, с первыми днями. Да, набирают сразу же поинты. Не было у них нормальных игр определенное время. Но сейчас более-менее разыгрались у нас турецкий коллектив. Вчера вот они разыгрались. Как раз вчерашний день очень хороший результат продемонстрировали они в сравнении с предыдущими игровыми днями. Но у нас Team Quantum в лице Resolution. Лежит он за зоной. Будет отдаваться зоне. Нет, он все-таки считает пики. Сколько остается секунд. Сколько будет получать. Карл уезжает. Но он едет в сторону игрока команды Tornado Energy. Хорошо, он здесь тропнулся. Для сбора информации. Но пока за зоной. И, к сожалению, для него нужно будет двигаться еще больше. Мелман там слышал, видимо, этот переезд на мотоцикле. И будет контролировать уже, конечно, попытку от Карла здесь. Тем временем Майк находит Пати Бикла. Кисик настреливает по игроку Red Zone. Макендарку. Исус, хорошая ответа. Патоника. Ой, Rapture. Отлично настреливает. Патя Коэкс. Валюшин, Нока и Тааба. Проблемы у игроков в Game Prime. Очень долго их не было особо видно. За зоной лежат в Ноке два игрока. Карл все-таки достается Мелману. То, о чем ты говорил, предрек ты его историю. Но ему нужно было собрать информацию. Поэтому ему нужно было как-то разыгрывать от края зоны, не входя в нее, чтобы понимать, если кто. И минус все-таки у нас Team Quantum. Топ-8. Как минимум они зарабатывают один поинт на плейсменте. Не стал Resolution прорваться дальше в белый безопасный круг. Понимал он для себя, что это будет подаренный поинт. Кому-то отдан. Ну и зона уходит на Tornado Energy, по сути. Слушай, как Wildcats, на самом деле, планомерно осуществляют вот этот пуш команды. Знают они то, что в меньшинстве здесь коллектив. И с хорошей стороны зашли. Но единственная стрельба здесь, конечно, подводит игроков Wildcats. И уже минус три. В размер лишь на одного Ивана. Начал мысль, а команда умерла. Там еще и Мелман помогает минус Wildcats. Также Tornado Energy настреливает по Butterlock Next Time. Нокнули еще и кисика. Не, ну они... Не, ну было красиво со стороны Wildcats. Все очень правильно, ты здорово сказал. Неплохо обходили, реально, там, мимо окон пытались пройти. Единственное, что мы не разобрались, где находятся именно оппоненты. И это, конечно, не помогло здесь пуш организовать. Да, к сожалению, был очень хаотичный пуш. Не смогли они как-то теленаправленно его осуществить. Да, более слаженно. Четыре игра, и поэтому... Фейзы раски... Ой, хорошая граната. Успела только повернуть, в свой взгляд, Techers в сторону. Топ-6, как минимум, для Game Frame. Это тоже очень неплохо. Butterlock Next Time все перебираются в бывшую церковушку, так как она единственное строение для них более-менее серьезное в зоне. Ну а у игроков Team Red Zone неприятное путешествие. Где за зоной они сейчас находятся. Квизи контролируют как раз-таки круг. Там есть попадания по и-моми. Хорошие, на самом деле. Интересно, еще Butterlock Next Time будут контролировать или здесь? Пока, правда, нету вижена на них. Не-не, вон ай-моми, но как-то тут же не забирает. Да, моментально все происходит. Все очень четко. Ну и Маджестер с Макандарком и Атомикалом нужно как-то парням прорваться. Транспортные средства имеются, но возможность не особо хороша. Зона далеко. Open жесткий. Нужно поджиматься, допустим, под складку. Здесь вас контролирует полноценно Butterlock Next Time. Если вы прожимаете дальше, там есть Квизи, там есть Торнадо Энерджи. Количество смоков феноменально у вас должно быть, чтобы хоть как-то попробовать пережить. И то вот Торнадо Энерджи сейчас терпят со стороны игроков команды With Potential какой-то урон и отгоняют немножко игроков Торнадо Энерджи. Не всех, конечно, но все-таки в сторону. Пытаются они крутить в сторону Квизи. Есть попадание по Макандарку, есть попадание по Маджестерсу. Маджестерс очень себя плохо чувствует. Надо ему захиляться. Подключается Butterlock. Подключается Butterlock, да, и тоже помогает Торнадо Энерджи разобрать этот коллектив. Red Zone. Fate вообще вышел достаточно близко, но там X-Volution немножко остудил пыл. Fate, Knocked. Добрать могут Торнадо. Кстати, там урон придетал по Макандарку. Выходит здесь еще и Atomical. Fate. Так, ну это 4-поинта суммарно уже для Butterlock. И новый прок-зона. Слушай, а новый прок-зон это для Торнадо Энерджи и его дриллера полностью вообще в зоне? Ну, понимаешь, смотри, какое большое количество, да, очень, ну, как укомплектованных команд, скажем так, да, достаточно серьезных. И если они будут планомерно и аккуратно вас пушить с разных направлений, вчетвером задефаться здесь будет очень сложно. Какую бы часть зоны вы не держали в этом круге, будет крайне сложно не терять тиммейтов. Хотя ландшафт, очень, очень кайфовый ландшафт для ребят из Торнадо Энерджи, но слишком много против. Да, и теперь они против Butterlock Next Time могут неплохо поиграть, достаточно серьезно они растянуты. Артикса, конечно, не увидели, но я думаю, что по фейту инфа-то как раз была, когда он достреливал игроков Red Zone. Должны были примерно понимать игроки Торнадо Энерджи, где находится там оппонент, и более-менее туда контролируют. А вот есть инфа уже по двоим сразу же, и тут еще файт против фейс-клан, минус фастфейс, фастфейс, правда, достается некстисун. Но Торнадо Энерджи сейчас нужно 360 прям воевать и все-таки собраться и выбрать, против кого файтиться будут. А ты видел, обратил внимание, вот слева от фейта, где он бежит, сзади у экземпла лежат два дропа, два ящика. Парням еще и досталось тир-3 комплекты. Посмотри, есть гроза на экземпле, есть третья броня, третья голова. В общем, они готовы. Вот они, два дропа. Супер подарки вообще, на самом деле. И парни готовы, готовы воевать. О-о-о, экзволюшн встречает фейта, при том очень качественная стрельба и зажимы взберила. Фейта нужно пытаться поднимать, зона поддушивает, фейта тут же добирает у нас экзволюшн. Плюс поинт, экземпл, есть по нему инфа и пытается киску как-то разыграть, киска поджимает. Отличная стрельба, бак Физик в Визе лежит, но нужна халпа, срочно. Али нокает Артикса, кисик все еще жив. Последний игрок команды Батерлак Next Time будет зажимать. Так он хаешку не себе, он хаешку соседям. Ой-ой-ой, привет. Нет, все-таки минус Густав, минус кисик. Фейсы заканчивают на четвертом, Батерлак Next Time как раз таки попадает на третью строчку. Остается всего две команды, у нас Торнадо Энерджи против With Potential. В Нокии лежит один из игроков в Визе. Ну вот Мелмана сейчас очень многое зависит. А Мелмана Нокули пока рессались там ребята и вышли уже на высоту здесь With Potential и имеют уже небольшое преимущество в виде одного игрока. За дропом хотел пройти или что? Ну просто не понял, наверное, где находятся игроки With Potential и поэтому немного ухом так поймал здесь оппонента. Забирает тут, кстати, кто там? Майка, да? Да, Майка забирает дроп. И вообще знаем мы то, что Квизи, и Аля, и Экзампл могут достаточно неплохо в соло разыграть. Поэтому посмотрим, как они 3 в 4 будут работать. Плюс, конечно, третьи каски. Ну я думаю, что здесь есть где добрать. Даже на фейта там можно спуститься добрать. Всех меньше сотки патронов. А там есть ребятки потолще меньше. Ну нормально, посмотрим. Нет, тут 200 плюс на 120 с лишним на СКС. Так, ну что? Единичные конфликты. Полетела еще одна очередная хаешка в сторону игроков команды Торнадо Энерджи. Ну отлично, они доджат их. Ну и высота играет сейчас на пользу команды With Potential. Все-таки играть с таким рельефом. При том, что они на краю, хотя... Хотя With Potential на краю. И это финальная уже зона. Ближе к центру, как раз-таки к снежинке, у нас находятся игроки команды Торнадо Энерджи. Но достаточно будет одного какого-то нока. И Хаймен очень много урона присылает по экземплу. Как минимум половина столба здоровья отлетела. Есть авик. Хороший агрегат, конечно. Есть авик, просто да. То, что он может нокнуть изи. Ай, Майка уже близко. Майка уже близко. Пропустили Майку. Майка очень-очень неприятно в близости находится к парням. Берилл у него уже готов, чтобы разряжать. Ну и посмотри, как близко. 15 метров. Максимум 15 метров сейчас разделяют Алю от соперников. И они, посмотри, вот эта складочка слева. Вообще невозможно ее контролировать. Как же красиво запустили своих игроков. Ооо, отличная стрельба от Майки. Контроль просто суперский. Еще и эксволюшен на халку подходит. Очень лоухопово остается экземпл. Аля в ноке. Квизи. Один из последних бойцов. Голова у него поломана. Нужно как-то сдерживать пуш. 4 в 2 ситуация. Алю добирают. 2 в 4 уже полноценный расклад. И крайне сложно. Хорошо. Зажимает по эксволюшену. У нас экземпл. Падает все-таки квизи от Хаймена. Экземпл. Ай, справляется он еще с одним игроком. Но... Хорошо. Из потеншиал красиво закончили. Михаил, тебя не слышно? Да-да-да. Чуть пораньше бы, если бы экземпл дал эти ноки, то было бы все вообще замечательно. Для Торнадо Энерджи. Ну... Пропустили. Да, конечно. Ну вот и Мелман, он как раз ту сторону держал, откуда сейчас даже заходили у нас игроки V-Potential. Почему я начал говорить, что от него многое зависит. Потому что только с его стороны было бы понятно то, что эту горку перед ними V-Potential уже заняли или собираются занимать. И Мелман там мог вообще грязи наделать на самом деле для V-Potential. Да. Да. К сожалению, случилось то, что случилось. Мы с тобой обсуждали эту тему буквально за несколько минут до концовки, до развязки. То, что команда Торнадо Энерджи занимала отличную для себя позицию, но удержать вчетвером при большом количестве оппонентов крайне сложно. Этот ландшафт не так уж он легко разыгрывается. И, к сожалению, для нас и болельщиков Торнадо Энерджи и самих игроков, к счастью для V-Potential и их болельщиков, их парни победили в первой карте сегодняшнего игрового дня. Забирают они первый Мирамар. При том, что победа с очень хорошим настрелом. 10 киллов они сделали, боевой топчик плюс 10 поинтов, 20-ку они себе уже зарабатывают в копилку. Ну, и у Торнадо Энерджи неплохое количество очков, в принципе. Поэтому, я думаю, расстраиваться нечему особо, так как парни все равно их будут на первой строчке. Да и как разыгровочная, да, такая разминочная карта очень даже неплохо. Да, все верно. Ну, могут что-то пробовать. Говорим мы об этом постоянно. Я думаю, что могут продолжать там и на Эрангеле веселиться вместе с Беттерлак, если вдруг захотят. Кстати, а Беттерлак Next Time же у нас сейчас не в топ-16. Да, им это, кстати, топ-3. Им очень поможет в наборе очков. Здесь нам показывают первые хайлайты этой карты. Как пингвины разобрались с игроками команды Unity. К сожалению. Или к счастью. Опять же, тут зависит от того, за какую команду вы предпочитаете болеть. Ну, вот он ужаснейший зажим, да. Ужаснейший спрей от Шекретта, да. Слава Богу. Ну, хотя бы нокнул, знаешь. Потому что бывает всякое. Да, да, да. То, что дожал, все равно дотянул. Игроки успевают там на 180 развернуться, нормально пострелять. Поэтому здесь нокнул все-таки неплохо. Здесь хорошо, кстати, фейт, на самом деле, законтролировал то, что из Мака там выходит последний игрок. Он, конечно, не фулл хп был, что тоже помогло. Но могло быть очень печальным, на самом деле. Да, дорогие друзья, по поводу брутфорта. Мелман Густава до конца контролил. Вот почему он не успел эту горку занять. Он контролил до конца Густава. Густав отдался зоне, и получается, что здесь немножко не успел Мелман. Да, тайминг не самый хороший. Ну и смотрим, что у нас. Northern Lights 0, Lens 0, Snip 0. Ну и дальше по списку. Так, что у нас в первой? Better Luck Next Time 9 и Wildcats 9. Учитывая, как они воевали, да, 8 киллов у них есть и 1 placement point. Да, Faze отлично подрались. 4 очка за placement, 4 строчку они забрали, но при этом 9 киллов позволили им быть вторыми по общему результату. По итогу, как раз таки первой карты. Wildcats, соответственно, на пятом. На шестом, благодаря Resolution, вместе оказалась команда Team Quantum. Ну вот нам показывают X-Volution. Топ-1. Окей, Лам у нас оказывается. Игрок Биспотеншал. Рядом с ним Рэпшот. И Лерон. И также Иван. Приятно всегда видеть Ивана в топовых списках. Да? Килл лидеров, дэмэдж лидеров. Ну и Мелман. Снова Мелман. Снова представители Tornado Energy. А здесь сразу экземпл а-ля два представителя Tornado Energy. По дамагу лучше. Дальше идет Густав. Рапчур на четвертой позиции. Пятый. Иван. Да. Все так. Все, собственно, видим. Да, еще и по статистике очень долго СНГ игроки занимали топовые позиции по урону в индивидуальном исполнении. Да, по общей статистике турнира. Вот мы видим экземпл у нас. Топ по убийствам. Экземпл топ по урону. Экземпл топ по наккаунту. По хэдшотам у нас топ клип. Это до сегодняшнего дня. Включительно без, да, это получается три игровых дня турнира. Здорово и приятно. Ну и противостояние. Как раз хэд-то хэд нам показывали сейчас. Спейс клан против из потеншал. Что ж, Михаил, первая карта у нас прошла. Комар ты... Да. Комар? Команды немного разыгрались. Команды немного разыгрались. Да. Будем надеяться, что... На самом деле, интересный был заезд от Northern Lights, конечно, в центр круга. Непонятно, как они вообще туда пробирались. Здесь вроде инфы не было и на что надеялись. Учитывая то, что фейс клан достаточно часто забирают. Учитывая, что Батулин говорил, что он знает, как играют эти коллективы. Вот. Фейс клан Ладрилеру достаточно часто берут сплитом вместе с верхним компом. И целенаправленно ехали на файт, что ли, здесь, в Northern Lights. Но они пока на третьем месте, 90 поинтов. Я думаю, что могут какие-то такие заезды делать. У нас Better Luck Next Time поднялись на две строчки. Позволила им эта игра как раз-таки занять 19-ю позицию. И уже постепенно они начинают набирать очки. И это хорошо. До топ-16 им остается совсем немного. Это 9 поинтов по математике. Натус Винцера плюс один. Плюс одна позиция. Да, 58 поинтов имеют Game Prime. Razerage ENDS опускаются. Притом ENDS на три сразу строчки. Team Red Zone поднялись на одну. Мы будем считать опять же коллективы, которые сегодня играют. Фейс клан на пять строчек. Ну и очень плотно, конечно, у нас таблица. Unity на одну опустились. TNP на две поднялись благодаря настрелу в самом начале. Количество поинтов им принесло сразу две дополнительные строчки вверх. Вот та самая плотность, о которой мы говорим. С 90 поинтов до 60 у нас сейчас идет третье-двенадцатое место. Третье даже шестнадцатое, потому что 63 поинта на шестнадцатом месте. И в целом здесь тоже плотность достаточно серьезная. Учитывая, что с 23 места до 16 прыгнуть можно достаточно легко. Там тоже 20 поинтов. И там порядка 12 с 22, с 22 места до 16 тоже. Вот здесь вот кто именно проходить будет, достаточно серьезная рубка будет. То есть я думаю, что те, кто набрал сейчас уже там по 78-80 поинтов, они, наверное, каким-то образом там все-таки доберут свои поинты, да, и пройдут уже в финальную станцию. Про первое, второе, третье место там говорить вообще уже нечего. Я думаю, что за такое количество игр, которое еще осталось, ну, должны это делать сто процентов, и вряд ли кто-то там нагонит. А вот здесь между Баттерлак Некст Тайм, Натус Винсер, там Геймфрайм Рейзер Эйдж, на самом деле сейчас основная борьба именно чтобы закрепиться как-то в топ-10, наверное, или даже больше, потому что потом играть они просто не будут и будут смотреть, и это может быть очень неприятно, когда ты ничего сделать не можешь, а из 16 места тебя выкидывают. Все верно, все верно, Михаил, все верно. Да, ну и поздравляю Бишхташ плюс еще одна строчка в копилку. Поинты зарабатываются, постепенно позиция улучшается. Это самое главное для них и их болельщиков в рамках того, что были они в самом низу на старте вчерашнего игрового дня, сегодня они уже на 21 месте. Тим Квантум, к сожалению, и постреляли, и что-то набрали, но все равно позиция у них неизменная, 23 место. Будем надеяться, что эти парни также улучшат свои игровые показатели в ближайшие дни, в ближайшие карты, в ближайшие файты. Хотелось бы отметить то, что Бишхташ и Спортс, на самом деле, как начали играть, они вот постепенно, постепенно, но все-таки ползут наверх и поинты набирают. Ну, логично, как бы, если начинаешь играть, да, не умираешь на разъездах, как это было первый день, к сожалению, первые две карты, это просто было топ-16, топ-15, там что-то типа того, вообще с нулями, то вот эти два дня для них небо и земля. Просто понимаешь, ты после первого дня выходишь, у тебя 7 поинтов, вот, и ближайший, там, был 20, там, с лишним, и уже практически сотка бывал первым местом, а сейчас они уже 51 имеют.